Друзья, это заключительная часть создания плаката 38 способов заваривания кофе И в принципе тут рассказывать нечего Здесь мы заполняем в этой части, заполняем наши кружечки, стаканчики уже способами заваривания Все подряд я показывать не буду, я тут записывал частично Поэтому однообразный процесс Поэтому просто наблюдайте Я сначала сделал, а потом уже концовочку выбрал только самые интересные моменты В принципе в прошлой части я вам рассказал почему очень важно сделать предпечатную подготовку И вот эти файлы, они на Boosty у меня будут доступны уже подготовленные То есть смотрите, там на Boosty откройте когда этот пост, будет PDF файлы PDF файлы, они подготовлены к печати уже начиная с A0, размер, формат A0 и заканчивая A4 А4 довольно-таки мелкий формат уже там думаю различить самые мелкие надписи будет тяжело но может быть кому-то и нужно Кроме того, в этом посте есть еще, скажем так, оригинал то есть сам исходник исходник в векторном векторной графике этого нашего плаката да, инфографики для, может быть, кто разбирается кто-то составит какой-то свой из этих скажем так, стаканчиков и кружечек свой составит плакат очень может быть даже поэтому и сам исходник я прилагаю пожалуйста, пользуйтесь на здоровье и если возникнут какие-то вопросы пишите если будут трудности на моменте на том моменте, когда вы отдадите в типографию вот эти вот PDF файлы какой-то из PDF файлов и у вас возникнет вопросы какие-то в типографии именно то не стесняйтесь, пишите напишите там на Boosty под постом комментарии свои и будем разбираться в чем там у вас проблема но проблем не может быть потому что все манипуляции предпечатной подготовки уже проведены еще раз повторюсь, проведены еще что хочу сказать сейчас я на моменте буду заполнять эти все кружечки, чашечки и будет момент там дальше вы увидите что у меня заглючил иллюстратор возможно нехватка памяти и все такое там где уже много графики начинает обрабатываться у меня слабенький графический процессор на ноутбуке стоит ну сравнительно слабенький и когда много графики он конечно задумывается сильно и вот смотрите какой инструмент для этого как можно делать вы сделали какой-то там где крем мы будем добавлять сверху на кофе будет там несколько чашечек именно с кремом вот крем там много очень деталей в этом креме и графика ну в общем-то заглючила я так думаю из-за этого потому что много этих и деталей и обрабатывать тяжело тяжело обрабатывать графическому процессору моего ноутбука он залючил ну все нормально восстановилось потом при следующем запуске восстановилась наша работа но работать было тяжело и есть такое сочетание такое сочетание клавиш специальное для того чтобы отключать некоторые объекты чтобы их вообще видно не было чтобы у нас не задействовался графический процессор для обработки графики и такое сочетание клавиш ctrl 3 троечка на клавиатуре ctrl 3 но не на нум но подел тут вверху где у нас клавиатура идет выбираем объект который нужно скрыть нажимаем ctrl 3 и все его нету графический процессор не используется для обработки графики и вы спокойно можете продолжать работу когда нужно его включить вы включаете его сочетанием клавиш ctrl alt 3 и он появляется заново дальше вы увидите это все вживую как я скрываю там несколько чашечек которые с тяжелой графикой и продолжаю работать как раз после того как заглючило поэтому пользуйтесь вот этим способом очень удобен и очень он полезный такой способ ну на этом все в принципе вы досматривайте откажем это видео под музычку останавливайте если надо и задавайте вопросы если возникнут у вас вопросы на Бусти в любом посте или или же какие-то вопросы если возникнут то на Ютуб задавайте кроме того что по вопросам печати или каким-то вопросам именно если возникнут у вас по печати, по печати только в бусте, в том посте, на котором ссылочка на YouTube у вас есть. На этом все, пока-пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok